Самый последний доклад ИФПРИ акцентирует создание инклюзивных систем продовольствия с тем, чтобы повысить роль сельскохозяйства в обеспечении занятости, а также создание новых возможностей для уязвимых категорий населения и мелких сельхозпроизводителей, женщин, молодежи, лиц, страдающих от конфликтов и малоимущих населения. Например, глава, посвященная Центральной Азии, подготовленная ИФПРИ совместно с Евразийским Центром правоочной безопасности, рассматривает высокоприоритетную проблему борьбы с бедностью и безработицей, особенно среди молодежи, девочек и женщин. Возможности занятости, возможности получения работы – это главная возможность повышения уровня доходов и качества питания в сельских районах. К сожалению, эти системы существенно пострадают в результате кризиса с COVID-19. Согласно оценкам МВФ, спад мировой экономики достигнет порядка 3% вследствие мер изоляции, ограничений на перемещение и на прекращение, из-за прекращения деятельности промышленных предприятий. Вреди стран европейского региона этот спад окажется еще большим и составит от 4 до 8%. Безработица вырастет, снижение доходов домохозяйств приведет к росту численности уязвимых категорий населения. Кроме того, возможны негативные последствия для доступности продовольствия и качества продуктов питания. Многие страны реализуют у себя широкомасштабные программы, направленные на смягчение последствий COVID-19. Эти меры позволят смягчить воздействие на экономику и обеспечить восстановление продовольственных систем после завершения пандемии. Однако это восстановление может стать непростой задачей вследствие изменения климата. В частности, внешествие саранчи является очень серьезной проблемой для многих африканских и азиатских стран. Все эти факторы могут привести к тому, что пандемия фактически превратится в общемировую глобальную катастрофу, и все это может привести к продовольственному кризису. Очень надеюсь, что наша конференция сможет платить рассказать на международное сотрудничество, направленное на повышение степени продовольственной безопасности и обеспечения устойчивости продовольственных систем в городском регионе. Я всем желаю успехов и удачной работы. Большое спасибо, профессор Шоба. Мы очень рады продолжить нашу сомировавшуюся традицию, согласно которой мы проводим такие мероприятия в связи с публикацией нашего доклада. А теперь я передаю слово господину Арено Селегману, директору Семерного банка по Российской Федерации. Прошу вас. Большое спасибо. Мне очень приятно поприветствовать всех вас на мероприятии, посвященном публикации этого очень важного доклада. В этом году основной акцент в этом документе связан с последствиями пандемии COVID-19 для продовольственных систем региона. Это крайне важная тема. Фактически мы в этом году сталкиваемся не с двойной, а с странной проблемой. Мы уже наблюдаем определенные негативные последствия в части снабжения продовольствия. Мы видим проблемы, связанные с нашествием сырочи. Мы видим, что происходит разрыв в производственных бытовых цепочках в связи с пандемией. Кроме того, страны начинают внедрять протекционистские меры. А это может привести к очень существенным негативным последствиям для цен на продовольствие, что сильнее всего скажется на положении бедных. Это весьма регрессивная политика. В 2010-2011 годах в значительной мере рост цен на пшеницу и кукурузу был обусловлен именно потенциалистскими мерами, причем на 20-25% рост цен был обусловлен этим обстоятельством. Возможно, в этот раз масштабы таких последствий окажутся еще более существенными, и сильнее всего пострадают, конечно, бедные, и бедные страны в том числе. Именно для них сложнее всего обеспечивать доступ к продовольствию. Именно поэтому тема доклада текущего года, а именно формирование инклюзивных систем беспечного продовольствия, представляется особенно актуальной и важной. Речь идет о защите наименее защищенных категорий населения. Речь идет о формировании новых подходов к обеспечению продовольствия, к повышению рабнодоступности для жителей городов, сельских районов, женщин, мужчин. Речь идет о создании рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест, прежде всего для молодежи и женщин. Это крайне важный аспект в рамках постоянной такой инклюзивной системы обеспечения продовольствия. Конечно, в мире меняются подходы к потреблению продовольствия. Сейчас мы видим, что щурится движение веганов, сокращается количество потребления мяса. Вместе с тем, растет потребление высокотоварных культур, в частности, фруктов, овощей. Это, безусловно, скажется на состоянии здоровья населения, и, безусловно, такие изменения продолжатся и после окончания пандемии COVID. Вместе с тем, есть определенные группы, такие как молодежь, женщины, и мелкотоварные производители, которые могут оказаться в наименее выгодной ситуации. Крайне важно более активно вовлекать их в системы обеспечения продовольствия, так чтобы они смогли достичь более высокого уровня устойчивости и лучше противостоять негативным последствиям изменения климата. Безусловно, мы ведем эту борьбу не в одиночку. Мы задействуем новые технологии. Они могут обеспечить полное и эффективное включение указанных категорий населения в работу по формированию систем доступа к продовольствию. Мы видим, что появляются новые рабочие места, появляются новые возможности для заработка на всех участках цепочки обеспечения продовольствия. Именно поэтому крайне важно увлекать все категории населения. Однако есть определенные пробелы в части данных, и эти пробелы необходимо устранять. И, может быть, на этом нам потребуется в будущем акцентировать свое внимание. Итак, Всемирный банк и Евразийский центр проводственной безопасности работают вместе, проводя исследовательские проекты в Центральной Азии, в странах Закавказья. Мы стараемся предоставить лицам, принимающим решения, информацию, которая необходима им для принятия соответствующих решений. Мы пытаемся помочь странам смягчить последствия пандемии. И, безусловно, сегодняшняя встреча, на мой взгляд, будет крайне полезной, поскольку она позволит выявить необходимые меры поддержки, аналитическое содействие и инструментарии, а также наметить те действия стратегического характера, которые могут потребоваться для устранения последствий пандемии и также устранения недостатков, которые присущи современной системе продовольствия в мире. И также мы сможем наметить шаги, которые позволят смягчить последствия этой пандемии. Мы рады возможности выступать в качестве партнера тем организациям, которые участвуют в нашей сегодняшней встрече. Вы знаете, можно по-разному представлять себе будущее. Можно представлять себе, что будущее будет выглядеть очень печально, будущее, в котором пандемия совместится с голодом, но я думаю, что есть основания для более оптимистичного взгляда в будущее. Большое спасибо, господин Солегман, и особенно спасибо за последние оптимистичные слова. Спасибо. Рады тому, что вы смогли к нам присоединиться. Ну что ж, коллеги, я придаю слово следующему докладчику, генеральному директору ИФПРИ. Он представит наш доклад и акцентирует внимание на последствиях пандемии COVID-19 для систем продовольствия в мире. Большое спасибо, коллеги. Я благодарю профессора Шоба и Рады Солегмана за прекрасное вступление. Они уже в своих выступлениях отметили некоторые моменты, которые раскрываются в нашем докладе. Хотел бы сказать, что мне очень приятно снова находиться в Москве, но я сейчас нахожусь не в Москве. Я приезжал в Москву в течение последних двух лет, когда мы представляли наш доклад. И я очень хорошо запомнил прошлый год, потому что мне пришлось ходить по городу без обуви. Я сломал себе палец на ноги, и мне пришлось гулять в гипсе. Ну что ж, нужно отметить, что мы уже смогли сформировать определенную традицию взаимоотношений и сотрудничества с Всемирным банком, с Евразийским центром, и мы продолжаем эту традицию сегодня. Наш доклад посвящен формированию инклюзивных продовольственных систем. Он был готов еще до вспышки COVID-19, но мы прекрасно понимаем, что пандемия существенно повлияла на то, как выглядят продовольственные системы в мире. И я полагаю, что, тем не менее, все его положения сохраняют свою актуальность и сейчас, в текущих условиях, в не меньшей степени, чем в период до начала пандемии. Итак, вот план моего выступления и содержание этого доклада. Каждая глава посвящена определенной теме. Мы говорим о важности инклюзивного подхода. Во второй главе говорим о положении мелкотоварных производителей, потом о ситуации с молодежью, с женщинами, с беженцами. И говорим о том, как можно было бы обеспечить более инклюзивное преобразование национально-подоборственных систем для обеспечения более качественного и здорового питания. Инклюзивные продовольственные системы важны по целому ряду причин. Ну, во-первых, они могут поддерживать инклюзивный экономический рост, они могут поддерживать определенные группы населения, которые не получают должного внимания в обществе. Это женщины, молодежь, беженцы, лица, подсадавшие в результате конфликта, мелкотоварные производители. Инклюзивные продовольственные системы могут расширить доступ к услугам, в том числе медицинским услугам. Это крайне важный момент сегодня. Инклюзивные продовольственные системы могут разорвать порочный круг бедности, голода, недоедания, то есть проблем, которые могут сохраняться поколениями. И, наконец, благодаря инклюзивным продовольственным системам можно сократить масштаб неравенства, как в мире, так и на уровне отдельных стран. Здесь мы показываем четыре направления, четыре темы, которые мы довольно подробно рассматриваем в рамках нашего доклада. Как создавать инклюзивные продовольственные бытовые цепочки в сфере продовольствия, как обеспечивать меры социальной защиты, это крайне важная вещь сегодня в условиях пандемии. Далее, образование информации, пожалуй, в долгосрочной перспективе, это самый важный элемент, самый важный фактор обеспечения инклюзивности, причем не только в сфере продовольственных систем, но и в экономике в целом. Технологическая революция здесь крайне важна. И, наконец, последняя тема касается государственного управления и руководства. Я вернусь к этим темам в конце моего выступления и представлю более детальные рекомендации политического характера. Вот здесь я хотел бы показать вам два графика. Эти графики демонстрируют, насколько разнородно обстоит ситуация в странах евразийского региона, применительно к сельскому хозяйству и продовольственным системам. Здесь мы показываем бывшие республики Советского Союза, бывшие социалистические страны, и красным цветом обведены в кружки страны Центральной Азии. Мы видим, что сельское хозяйство в экономике этих стран играет очень важную роль, в том числе и потому, что именно там мы наблюдаем наибольшую численность занятого населения. Кроме того, страны имеют разный доступ к водным ресурсам. Одни страны более гористые, другие находятся на равменной местности. Страны различаются по уровню дохода населения, по структуре производства. Скажем, в странах региона одновременно могут присутствовать одни из самых крупных сельхозпредприятий в мире, и вместе с тем там можно видеть и мелкотоварное производство. Все эти вещи, конечно, важны. Если мы ставим перед собой задачу обеспечения инклюзивности, то важно эти аспекты учитывать. На следующем слайде, как я показываю, прежде чем мы вернемся к началу наших рекомендаций, я хотел бы сначала показать о том, как влияет COVID-19 на эти выводы. Фактически, мы говорили, Ренос Сенеган говорил о тройном влиянии, а мы говорим о двойном влиянии, двух аспектах, которые имеют большое значение. Это комбинация стандарта экономической рецессии, а также срыва продовольственных систем. Видели ли мы это раньше? Видели ли мы раньше это в этом регионе мира? На следующем слайде я фактически показываю эволюцию доходов в бывшем Советском Союзе, в странах бывшего Советского Союза после окончания Второй мировой войны до примерно конца 2010 года. Мы видим огромное снижение доходов в 1990-е годы. Конечно, это было вызвано переходным периодом, переходом от одной политической и экономической системы к другой экономической и политической системе. И там, конечно, была экономическая рецессия, а также срыв продовольственных систем. Какие уроки мы можем вынести из этого? Я думаю, что эти уроки также актуальны для ситуации с COVID-19 в мире. На следующем слайде я показываю аналогичную историю. Это данные по сельскохозяйственному производству, которое также в начале 90-х сильно упало во всех странах этого региона. Также упали и урожаи. Справа мы видим, собственно говоря, урожайность пшеницы в России, Украине и Казахстане. Падение составило от 20 до 30%. Теперь мы можем вернуться к сегодняшнему миру, к ситуации с COVID-19, и подумать о том, какие уроки мы можем вынести, и, собственно говоря, к чему приводит экономическая рецессия. Она увеличивает бедность, а это влияет и на качество, и на количество и объемы продовольствия. Соответственно, снижается и структура питания, и качество этого питания. И происходит переход к более дешевым видам продовольствия. Интересно отметить, что с точки зрения потребителя, то, что происходит, очень похоже на то, что происходило в 2007-2011 году, когда, собственно говоря, увеличились цены. Сегодня снижаются доходы скорее, а цены остаются на том же уровне. Однако влияние похоже с точки зрения производителя продовольствия. Здесь ситуация совсем другая. Мы видим, что производители не смогли, не могут получить преимущество от более высоких цен, но мы видим нарушение стандартных продовольственных цепочек. Поэтому это скорее похоже на период переходных реформ в Восточной Европе и Азии в 90-е годы, или структурных корректировок в 80-е годы в Африке. Слева вы видите оценку рецессии, влияние рецессии. Это слева влияние на глобальную бедность. Примерно на 150 миллионов увеличится количество бедных в мире. Не только в Африке, но также и в Южной Азии. Справа мы видим оценку влияния на полноценное питание, на те типы продовольствия, которые будут потребляться. Вы видите очевидный сдвиг в сторону более калорийных продуктов, с тем, чтобы получить больше калорий и спасти жизнь. Это мясо, молочная продукция и так далее. Если же говорить о страновой ситуации по странам, то мы видим, что влияние может проявляться гораздо больше в некоторых странах. Следующий слайд. С точки зрения срыва продовольственных систем, здесь мы наблюдаем следующее. Ковид оказывает влияние на один из конкретных факторов производства, а именно труда. Собственно говоря, то, что происходило в процессе переходных реформ 90-х годов, когда один из производственных факторов также оказался под серьезным влиянием, но тогда это был капитал. Поэтому сегодня мы видим, что это были капиталы емкие в продовольственной системе, которые в большей степени пострадали от такой ситуации. Но сегодня страдают не капиталы емкие продовольственные системы, а трудоемкие продовольственные системы. Это системы, в которых вместе работают большое количество людей. В развивающихся странах это, например, системы сбора урожая, транспортировки, переработки и так далее. Это традиционные цепочки поставок продовольствия. Однако и в развитых странах, в более богатых странах и существуют, например, продукции мясопереработки, отрасли мясопереработки или сбора фруктов и овощей. Это тоже трудоемкие отрасли, и они страдают. В Евразии, может быть, не так будет велико влияние на сбор урожая зерновых в Казахстане и России, потому что используются комбайты. Однако могут быть и другие последствия этого влияния с точки зрения влияния на рабочую силу. Здесь мы видим, собственно говоря, влияние на цепочки поставок продовольствия. Здесь три различных категории. Традиционные цепочки продовольствия с бытовой цепочкой продовольствия традиционные и современные. И вы видите, что, опять-таки, учитывая большое количество знаний о новых цепочках, влияние оказывается меньше. Надо отметить, что таким образом воздействие текущей ситуации диспропорционально распределяется между различными странами. Я, может, забегаю вперед, но я хотел бы отметить, что, как и говорил Рену Селегман, страны и правительства пытаются избежать паники и спекулятивного накопления товаров, потому что иногда люди пытаются купить как можно больше товаров. Страны-экспортеры, собственно говоря, делают то же самое. Они не ввели какие-то ограничения на экспорт. И справа видите, что это список стран-импортеров продовольствия, которые оказались под воздействием ситуации. Здесь много стран Центральной Азии. Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Грузия. То есть, фактически, это Центральная Азия и Кавказ. Почему это так? Потому что эти страны много импортируют базовых продовольственных товаров. На следующем слайде, и, наверное, вы это знаете уже, слайда, некоторые эти страны, такие как Армения, Грузия, Таджикистан, они были в предыдущем слайде вверху, а здесь они внизу. Вот вы видите, что они на самом деле сильно зависят от импорта зерновых и базовых продовольственных товаров, и, соответственно, они находятся в уязвимом положении. Именно поэтому Всемирные Банки и другие организации фактически выступили с заявлениями о том, что введение каких-либо ограничений на экспорт является не очень хорошей идеей, потому что это повлияет, собственно говоря, на доступность таких базовых продовольственных товаров в странах и партюрах. На следующем слайде я перечислил шесть причин, почему, собственно говоря, они диспропорционально оказывают влияние COVID-19 на бедные слои населения. Это связано с экономической ресессией, потому что это влияет на их доходы. Кроме того, бедные слои населения, бедные группы населения тратят большую часть своих доходов на продовольствие. Еще один важный фактор. Дело в том, что у богатых имеются какие-то активы, там, фабрики, заводы, земля, или имеются какие-то высококвалифицированные навыки. Например, я тоже могу продолжать работать, потому что могу с вами говорить через Zoom, связываться, использовать свой компьютер. А у бедных людей, у них имеются единственные производственные факторы и актив, это физический труд. А, собственно говоря, и карантин, и COVID-19 ограничивают возможность использования этого фактора. Кроме того, происходит срыв их частных производственных бытовых цепочек продовольствия, потому что они более трудоемкие. Кроме того, государственные продовольственные программы, программы содействия полноценному питанию также подвергаются срывам, что очень важно для бедных слоев населения. Ну, например, закрываются школы, нет уже программ школьного питания, или закрываются какие-то общинные программы и так далее. И шестой фактор. Это, естественно, финансовые возможности государства по оказанию и финансированию программ поддержки. Эти финансовые возможности сегодня сокращаются. Этот слайд я пропущу. Здесь просто некоторые иллюстрации влияния закрытия различных государственных программ поддержки. Фактически мы здесь показываем важное значение денежных переводов мигрантов. Видите, что слева и справа сравнение ситуации до экономического кризиса в России в 2014 году. Какое влияние это оказало на... Сколько большое влияние это оказало на различные страны, которые зависят от денежных переводов мигрантов. И сегодня такое влияние, конечно, оказывается, потому что людям нет возможности поехать в другую страну для того, чтобы зарабатывать деньги. И, конечно, эти страны, которые зависят от денежных переводов из-за рубежа, сегодня страдают от ситуации с COVID-19. Следующий слайд – это страновой отчет по Нигерии. Но мы проводим самые разные изучения ситуации в странах. И здесь мы видим, что в пределах агропищевых систем, агропродовольственных систем, страдают наибольшей степени услуги, связанные с продовольствием. И мы видим, что страдает, конечно, и производство, но именно услуги страдают в большей степени по сравнению с другими подотраслями пищевой промышленности и производства продовольствия. Но некоторые возможности, некоторые варианты действий я уже большую часть этих вещей перечислил. Я, наверное, перейду сразу к следующему слайду. Это, наверное, самое главное. Дело в том, что, если говорить о нашем отчете, необходимо обеспечить формирование инклюзивных продовольственных систем. COVID-19 ситуация не изменяла, наоборот, ее лишь только усилило необходимость создания таких продовольственных систем. В частности, для мелкотоварных производителей мы должны предложить больше социальную поддержку и помощь. Ведь в условиях COVID-19, коронавируса, мы должны обеспечить развитие информационных систем, систем поддержки. Потому что информационные системы, конечно, обеспечивают доступ к возможностям решения некоторых проблем, которые связаны с COVID-19. Кроме того, большее значение приобретают и образование, и информация, а также и надлежащее государственное управление и лидерство. Я уже, наверное, превысил выделенное мне время, и здесь я остановлюсь, но слайды будут доступны вам для ознакомления. Кроме того, на веб-сайте IFPRI существуют самые разные информации по различным направлениям работы. Там сейчас 35 направлений работы, и я призываю вас ознакомиться с ними. Спасибо, доктор Суиннелл, за столь комплексный обзор отчета, также последствий COVID-19 и возможных политических действий в ответ на COVID-19. Попрошу сейчас доктора Камилджина Акрамова, старшего научного сотрудника подразделения стратегии развития Института управления IFPRI выступить с докладом. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро всем, спасибо за предоставленное слово. Доктор Суиннен уже довольно подробно обсудил основной посыл нашего глобального отчета для Центральной Азии. В своем презентации я буду говорить коротко о некоторых аспектах этого отчета, а также, собственно, о каких-то выводах, которые мы можем сделать в отношении Центральной Азии. Я поговорю о двух очень важных аспектах инклюзивности продовольственных систем, о занятости, о снижении бедности и формировании этих инклюзивных продовольственных систем. Я поговорю о продовой миграции и денежных переводах. Поговорю я также о рисках и проблемах, которые возникают в условиях пандемии COVID-19. И завершу свою презентацию обсуждением некоторых вариантов мер политики, которые могли бы быть приняты странами Центральной Азии. Азиатского региона. Следующий слайд. Как вы знаете, Центрально-Азиатские страны обладают очень молодым населением. И сегодня они выходят из периода переходных реформ, который продолжался несколько десятилетий. Происходят и демографические изменения, которые, собственно говоря, очень важны для стимулирования экономики и обеспечения большей инклюзивности продовольственных систем. К сожалению, страны Центральной Азии также сталкиваются и с проблемами в связи с отсутствием достаточного количества рабочих мест. Надо отметить, что около третьей сегодня населения страны Центральной Азии являются молодежью. Однако возможностей для работы очень мало. В Узбекистане, например, около 15% молодежи не имеют работы. А в сельскохозяйственных районах безработицы еще выше. Например, в горных районах Кыргызстана около 40% молодых девушек не имеют работы. Не имеют работы. И на самом деле для инклюзивных продовольственных систем именно работа для молодых женщин и девушек это очень важный фактор, и будет он приобретать еще большие значения в будущем. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, как говорил доктор Свина, собственно говоря, миграция и денежные переводы играют очень важную роль в обеспечении большей инклюзивности продовольственных систем. Но трудовая миграция имеет два очень серьезных фактора влияния на инклюзивность продовольственных систем в Центральной Азии. Во-первых, переводы денежные повышают благосостояние домохозяйств и доступ к продовольствию. Наше исследование в Таджикистане показывает, что те домохозяйства, которые получают переводы от родовых мигрантов, имеют большую продовольственную безопасность и имеют большее разнообразие в смысле питания. Однако трудовая миграция из Центральной Азии также в основном состоит из молодых мужчин и из мужчин, которые выезжают из сельскохозяйственных районов, что приводит к феминизации сельскохозяйственного труда. И это также влияет на продовольственную безопасность. Стран, региона. На этой диаграмме вы видите, что, как говорил доктор Свинен в своем выступлении, в 2014-2015 году Россия сталкивалась с экономическим кризисом и трудовые мигранты отправляли меньший объем денежных переводов в свои страны. Последние несколько лет, с 2017 года примерно этот процесс улучшился и происходит восстановление потоков денежных переводов. Однако COVID-19 оказало большое влияние на эту ситуацию также. Следующий слайд. на этой графике я попытался представить некоторые результаты исследований с точки зрения временной шкалы ситуации с COVID-19 в странах Центральной Азии и в России. И это очень важный инструмент для того, чтобы оценить ответные меры правительства Центральной Азии и России на COVID-19. Можно посмотреть, каким образом развивалась ситуация в Центральной Азии и в других регионах мира. Мне кажется, что на этой диаграмме я отмечаю некоторые очень важные вехи по этой временной шкале. Самое интересное, что или самое главное, или одно из самых главных стран ввели экспортное ограничение и запрет на экспорт продовольствия. А это будет иметь очень важные последствия для доступа к продовольствию в такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Предыдущие ораторы говорили о том, что кризис с COVID-19 может приводить к росту цен, а это окажет влияние на бедные слои населения. У нас есть свидетельство о том, что в Таджикистане и в Узбекистане цены на муку и на пшеницу растут достаточно значительно. Это влияет очень важное, очень сильно влияет на доходы домохозяйства. Семьям придется тратить больше денег на базовые продовольственные товары, не имея возможности диверсифицировать свое питание. А это, конечно, окажет большое влияние на дальнейшую ситуацию с полноценным питанием. Казахстан снимает соответствующие ограничения с 1 июня, а это очень хорошая новость для многих стран региона. Очень важно отметить, что пока не везде достигнут был пик с коронавирусом, поэтому страны по-прежнему сталкиваются с ограниченностью развития экономики и продовольственных систем. Следующий слайд. Итак, какие же риски и вызовы присутствуют в Центральной Азии? Здесь я перечислил некоторые из них. Разумеется, присутствует очень высокая степень неопределенности относительно продолжительности, масштабов и остроты пандемии. Всемирный банк, МВФ, Азиатский банк развития, правительство стран, все они дают собственные прогнозы относительно темпов роста ВВП, и все эти прогнозы сходятся в одном. Во всех этих прогнозах отмечается, что страны ждет рецессия или существенное снижение темпов экономического роста. А это очень серьезным образом скажется на состояние продовольственных систем в регионе. Еще один важный фактор заключается вот в чем. Страны региона активно торгуют с Российской Федерацией и Китаем, и состояние здоровья в этих странах будет иметь очень большое значение для перспектив торговли со среднеазиатскими государствами, а также на перспективу продовольственной безопасности. Кроме того, существенно сократится объем трех основных источников дохода, а это денежные переводы из-за рубежа, это товарный экспорт и туризм. Если вспомнить опыт 2014-2015 года, то, скажем, объем денежных переводов из России в Центральную Азию сократился в два, то и в три раза. У нас есть данные по первому кварталу текущего года, согласно которым наблюдается значительное снижение объемов денежных переводов из Российской Федерации в страны Центральной Азии. Россия является очень важной страной с точки зрения трудовой миграции. Что касается экспорта сырьевых товаров, то все мы знаем, что происходит сейчас с динамикой цен на нефть, на газ. Цены упали, а это окажет негативное воздействие на экономические перспективы в странах региона. Кроме того, последний источник туризм тоже пострадал. В последние несколько лет мы наблюдали, как страны региона открывались. В частности, в Узбекистане почти полтора миллиарда долларов было получено благодаря расширению масштабов туризма, а теперь этот поток иссякает. Еще один важный фактор – это снижение спроса на агропродовольственный экспорт из региона. Мы уже упоминали рост цен на пшеницу, на муку. Это окажет самое серьезное влияние на продовольственную безопасность и на доступность продуктов питания в странах. Мы видим, что страны стоят при необходимости существенно наращивать объемы бюджетных расходов на борьбу с бедностью, на обеспечение социальной поддержки. Дело в том, что в странах региона значительные доли населения живут не за чертой бедности. Скажем, в Узбекистане этот поток составляет 15% населения. С учетом сокращения поступлений от денежных переводов, туризма, сырьевого экспорта, с учетом серьезного ухудшения экономического положения жителей этих стран возникает потребность в больших объемах государственной поддержки. Кроме того, необходимо принять еще такую вещь, как удешевление национальной валюты. Это тоже сказывается на экономическом положении жителей этих стран. Конечно, скажем, в Казахстане, в Узбекистане ситуация чуть лучше, но вот в Кыргызстане, в Таджикистане ситуация оказывается гораздо более острой. А это, в свою очередь, оказывает сильнейшее влияние на доступность продовольствия, на ситуацию с питанием и на ситуацию с продовольственной безопасностью. Итак, какие же варианты политики или меры политики можно здесь предусмотреть? Я здесь указываю меры в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Безусловно, этот список не является исчерпывающим. Пожалуй, самая важная и неотложная задача на сегодня – это борьба с пандемией и с риском для здоровья населения. Страны Центральной Азии располагают необходимыми диагностическими возможностями. Уже развернуты масштабные программы, призванные остановить распространение вируса. Насколько мне известно, в Узбекистане уже эти программы идут, другие страны региона разворачивают их у себя. Следующая задача – это повышение эффективности и масштабов социальной защиты для социально уязвимых домохозяйств и для бедного населения. Ну, конечно, сельхозпроизводители, малые предприятия, занятые, скажем, в сфере туризма и сервиса, тоже существенно страдают, и они тоже будут нуждаться в мерах поддержки. Именно поэтому поддержка, в том числе от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, других международных организаций, сыграет здесь крайне важную роль, равно как и поддержка со стороны других донорских организаций. В среднесрочной перспективе странам региона будет необходимо обеспечить диверсификацию своего сельского хозяйства, и необходимо будет выстроить производственные бытовые цепочки с учетом потребностей в части питания. Это уже происходит, но эту работу придется продолжать и придется активизировать. Необходимо предусмотреть системы стимулов для производителей. Необходимо в среднесрочной перспективе также вкладываться в сельскую инфраструктуру, обеспечивать связность сельских районов, в том числе и транспортную связность. Это крайне важно для формирования эффективных производственно-сбытовых цепочек. С учетом ограничений на физическое перемещение, доступ к интернету и к электронным системам связи будет играть крайне важную роль. Поэтому, повторюсь, инвестиции вот в такую связанность, и в транспортную, и в коммуникационную, станут очень важным фактором, обеспечивающим самодостаточность и независимость сельхозпроизводителей. Кроме того, важно развернуть программы консультационной поддержки для сельхозпроизводителей. Нужно обеспечить доступ к внешним рынкам, нужно реализовать механизмы отслеживаемости производимой продукции. Безусловно, необходимо внедрять инновационные подходы, в том числе и в части технологий. Правительства стран региона должны попытаться избежать искушения применить некую единую политику, единую стратегию. Дело в том, что какие-то подходы окажутся более действенными в одних регионах страны, а другие регионы, другие области потребуют совершенно иных стратегий и программ, и вот об этом нельзя забывать. Крайне важно наращивать аналитический потенциал, а также потенциал в сфере научных исследований. Это важно, поскольку результаты этой деятельности поддерживают принимаемые решения. Правительствам потребуются такие сведения для того, чтобы принимать обоснованные решения. Иногда в отсутствии такой информации, в отсутствии таких подходов, принимаемые решения могут нанести ущерб и производителям, и гражданам, вместо того, чтобы улучшать их положение. Коллеги уже отмечали, что крайне важно обеспечить должное качество данных, и для стран Центральной Азии это особенно актуально, поскольку пока в странах отсутствуют данные уровня домохозяйств, отсутствуют надежные массивы данных, которыми можно было бы оперировать в масштабах всего региона. Страны Центральной Азии не проводят репрезентативных обследований домохозяйств, из-за чего невозможно анализировать показатели продовольственной безопасности и питания должным образом. В этой связи ИФПРИ работает целым рядом партнеров в странах региона, пытаясь наладить проведение таких обследований на уровне домохозяйств. И также мы работаем над формированием необходимых навыков, квалификации, потенциала. Мы работаем с Ингуменом Аносовым, работаем с Ташкентским университетом. Вот на их опыте можно посмотреть на некоторые примеры нашей работы. Камин Джон, вам пора завершать свое выступление. Да, ну и собственно последнее, о чем я хотел бы сказать, это слова признательности тем, кто оказывал нам поддержку при работе в регионе. Это Минфин Российской Федерации, это Агентство США по международному развитию, Всемирный банк, Азиатский банк развития, а также ряд других партнеров, которые поддерживали нашу деятельность. Спасибо. Большое спасибо, доктор Акрамов. Спасибо за представленный обзор. И спасибо за то, что сформулировали некоторые варианты мер политики. Теперь нам предстоит заслушать три очень интересных выступления, но прежде чем я это сделаю, я хочу напомнить всем вам, коллеги, кто слушает и смотрит нас в виртуальном режиме, что все вы можете подавать свои вопросы в режиме чата. Вы можете в окошко впечатать свои вопросы, поскольку мы предполагаем в последней части нашей встречи рассмотреть эти вопросы, мы напоминаем вам о том, что вы можете эти вопросы формулировать. Итак, нас ждет три очень интересных выступления. Я хочу извиниться перед четвертым нашим участником. К сожалению, у него совпала другая встреча с временем нашего заседания. Господин Артаваст Акапян не смог выступить. Итак, Каминджон Каримов, представитель Международного университета Ташкента, который является одним из партнеров нашей работы. Прошу вас. Большое спасибо, господа председатель. Я хотел бы начать свое очень краткое выступление со слов признательности. Как уже отметила господа председатель, действительно, наш университет является одним из партнеров в подготовке этого доклада. Мы уже длительное время взаимодействуем с ИФПРИ. В частности, мы признательны профессору Шмирину за то, что он пригласил нас выступить в качестве партнеров. Мы уже не впервые взаимодействуем с ИФПРИ при подготовке вот таких важных глобальных докладов, посвященных питанию в мире. Мы уже в третий раз участвуем в подобном проекте. Мы даже у себя на базе университета проводили одно из заседаний, посвященное распространению этого доклада. Но это было тогда, когда можно было собраться в очном режиме. Итак, у нас уже имеется существенный опыт взаимодействия и партнерских отношений с ИФПРИ. Кроме того, весьма символично, что мы снова сегодня вместе с ИФПРИ, вместе с институтом Лейбница запускаем серию виртуальных семинаров, которые посвящены рассмотрению актуальных тем и на которые приглашены коллеги из Трансцентральной Азии. Это будут еженедельные вебинары, и они продлятся до конца августа. И я хочу восподаваться этой возможностью и пригласить вас, коллеги, принять участие в работе этих вебинаров. Ну, а теперь, собственно, перехожу к своему выступлению. Есть ли-ка замечаний по докладу, посвященному глобальной и главочной политике. Ну, во-первых, я не буду повторять то, что уже говорили профессор Суини, профессор Акрамов. Я считаю, что они очень подробно и качественно оценили и описали ситуацию с подовольствием Центральной Азии. Но думаю, что важным было бы отметить вот что. Центральная Азия включает в себя пять бывших республик Советского Союза, но ряд исследователей включают в графическое, по-моему, Центральной Азии, также Афганистан и Иран. Так вот, я буду в основном говорить о пяти постсоветских государствах. Коллеги уже отмечали, что все страны нашего региона имеют общее прошлое, общее наследие. Почти 75 лет мы существовали в составе одного государства, поэтому у нас очень много общего, очень много общих характеристик. Что вместе с тем, касательно организации питания и продовольствия, у нас есть существенные различия. Так уже отмечали коллеги, мы очень сильно зависим от импорта продовольствия. Говоря о структуре экономики, большая часть ВВП обеспечивается за счет экспорта природных ресурсов. Это характерно для Казахстана, для Туркменистана. А вот Узбекистан является экспортером пельхозпродукции и продукции продовольствия, в отличие от тех же Казахстана и Туркменистана. Сегодня я в основном буду говорить о ситуации в Узбекистане. Недавно в сельском хозяйстве, в продовольственной политике в стране подошли кардинальные изменения. Я хотел бы поговорить и о стране спроса, и о стране предложения примитивно к продовольственной системе страны. Говоря о предложении, хочу подчеркнуть, что примерно половина населения нашей страны, и, кстати, Узбекистан, это страна, имеющая самое крупное население в Центральной Азии, почти 35 миллионов человек. Так вот, половина вот этого числа проживают на селе, проживают в сельских районах. Соответственно, они очень сильно зависят от сельского хозяйства и от экспорта сельхозпродукции. Действительно, сельское хозяйство играет центральную роль в экономике Узбекистана. Согласно данным Азиатского банка развития, порядка 44% от общего ВВП страны обеспечивается за счет сельского хозяйства. 27% от общей численности работников тоже приходится на сельское хозяйство. Мы производим и продукцию растения и водства, и занимаемся животноводством. Доминирующее положение в сельском хозяйстве занимают мелкотоварное хозяйство, декханские хозяйства. Те, кто обрабатывает более 15 гектаров, относятся к категории фермеров, они в основном занимаются выращиванием хлопчатника. Почти 70% от совокупного сельхозпроизводства обеспечивается именно за счет мелкотоварных производителей, за счет декханских хозяйств. Они производят почти 60% от общего объема производства овощей в стране. Впервые в истории нашей страны, за период ее независимости, в Узбекистане принята долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства на период до 2030 года. Различные ведомства и организации работали над этим документом. Мы также взаимодействовали с целым рядом с организацией, которые консультировали нас по подготовке этого документа. В нем представлено наше видение. Представлено то, как мы хотим видеть наш сектор сельского хозяйства на период до 2030 года, так, чтобы мы могли эффективно конкурировать на мировом рынке. Закладывается мощная нормативная и законодательная база, которая позволит решить эту задачу. Мои коллеги уже упоминали об этом. И, в частности, те из рекомендаций, которые были озвучены моими коллегами, нашли свое отражение в этом документе тоже. Собственно говоря, приоритеты включают следующее. Создание благоприятного климата для агробизнеса, создание производственных бытовых цепочек, реформирование государственных учреждений, которые работают в этой отрасли. И важно, кажется, доктор Акрамф об этом говорил, это принятие решений на основе каких-то информации, информированного решений. И это все обеспечит создание эффективных баз данных, баз знаний информационных систем. Необходимо обеспечить инклюзивное развитие сельских районов. Это очень важное центральное место всех реформ. Устойчивое управление агросистемами и продовольственными системами и создание эффективных механизмов мониторинга. Это девять важных направлений и основ нашей работы. Конечно, много можно об этом сказать, однако время не ограничено, и поэтому мы, конечно, встречаемся в условиях кризиса COVID-19, а Узбекистан также оказался под воздействием этого кризиса. У нас был жесткий карантинный режим, однако правительство за этот период сделало многое, что требует изучения. И мои коллеги говорили о том, что имеются определенные ограничения на импорт, на экспорт, но Узбекистан не пошел на такие ограничения. Наоборот, снял все ограничения перед импортом, особенно для импорта продовольствия. Кроме того, мы ускорили экспорт продовольственных товаров. Мне кажется, что это очень интересное развитие ситуации. Что еще примечательно, мы видели по телевизору пустые полки в супермаркетах во многих странах, даже в развитых странах, но однако этого не произошло у нас, потому что у нас не было каких-либо сбоев в поставках продовольствия в магазины. Как я уже говорил, правительство стимулирует и пытается ускорить и увеличить экспорт продовольственной продукции для того, чтобы обеспечить приток и денежных средств в страну и смещить влияние спада в других секторах экономики. Я думаю, что все эти меры, которые приняты правительством, действительно требуют тщательного изучения и могут стать очень интересным примером для изучения. К сожалению, время у меня кончилось. Я вижу, что госпожа председатель на меня уже смотрит и сигнализирует мне о том, что нужно прерваться, но если будут вопросы, я буду готов на них ответить. Большое спасибо. Спасибо, доктор Каримов, за то, что вы поделились некоторыми важными элементами ситуации в Узбекистане и в регионе. И вы действительно правы в том, что у нас целый ряд вопросов уже поступило от нашей онлайновой аудитории, поэтому все-таки хотел передать слово нашему следующему участнику дискуссии, Роману Ромашкину, заместителю директору Ревразийского центра продовольственной безопасности МГУ Минила Моносова. Пожалуйста, вам слово для вашего выступления, ваших комментариев. Спасибо, Раджул. Моя презентация будет посвящена вопросам торговли, внешней торговли в частности, потому что это очень важный аспект продовольственных систем. В отчете как раз говорилось о том, что именно продовольственная безопасность и полноценное питание в Центральной Азии являются очень важными задачами. Следующий слайд. Здесь я буду рассматривать роль России торговли сельскохозяйственной продукцией, посмотрим, как это влияет на торговые структуры, на комплементарность торговых систем на примере некоторых стран, в частности, Армении. Для анализа динамики торговли мы сделали сравнение с торговыми показателями 2013 года. Мы выбрали 2013 год, потому что это был последний год перед замедлением экономики в России в связи с девальвацией национальной валюты и снижением цен на нефть. Вы видите, что в общем и целом происходит положительное развитие ситуации в области торговли с 2016 года, торговлю между Россией и странами Центральной Азии, экспорт растет быстрее, чем импорт. И если говорить о Казахстане, то это основной торговый партнер ААС. Кроме того, все страны Центральной Азии являются чистыми импортерами всельскохозяйственной продукции из ААС. На следующем слайде вы видите географию торговли и торговые структуры. Мы можем прийти к выводу, что соответствующие страны зависят как от рынка России, так и от поставок продовольственных товаров из России. Надо отметить, что облегчение доступа к российскому рынку было одним из главных причин участия в евразийском интеграционном проекте для этих стран. Следующий слайд, пожалуйста. Я здесь выбрал общую торговлю сельскохозяйственной продукции с точки зрения анализа торговой комплементарности или взаимодополнеемости. Мы видим, что и в будущем ситуация сохранится такая, как и есть, потому что взаимодополнеемость между российским импортом и экспортом тоже будет сохраняться. В то же время небольшое увеличение комплементарности между странами евразийского экономического сообщества и российским импортом приводит к небольшому увеличению. Но многие исследования говорили о том, что устранение различных барьеров для торговли, например, нетарифных барьеров для торговли, могут способствовать развитию торговли в евразийском регионе. Следующий слайд. Если говорить об основных товарах торговли, то здесь есть большая разница между экспортом и импортом, между структурой экспорта и импорта. Если говорить об экспорте из центрально-азиатских стран, то она характеризуется низкой диверсификацией экспорта, в основном экспортируются фрукты и овощи, а товары, которые экспортируются из России, они более диверсифицированы, в основном импортируются уже продукции переработки. Таджикистан и Узбекистан, они уязвимы перед мирами, принимаемыми в Российской Федерации в области торговой политики. Индекс Грубеля-Лойда. Этот индекс показывает низкий уровень внутриотраслевой торговли между Россией и фокусными странами. Связано это с недостаточной диверсификацией рынка, и именно поэтому политика должна стимулировать развитие новых технологий для диверсификации сельскохозяйственного сектора, и эта задача очень важна. И последний слайд, который я хотел бы показать, показывает основные факторы, которые влияют на развитие торговли в Евразии. Я хотел бы отметить следующее, следующие сектора. Во-первых, это, конечно, российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году, и это привело к изменению торговли и к активизации торговли с центрально-азиатскими странами. Еще один важный фактор, я уже об этом говорил, это формирование Евразийского экономического союза. Есть некоторые макроэкономические факторы, которые влияют на торговлю. Это, в частности, замедление экономики России в связи со снижением цен на нефть и девальвации национальной валюты. Это снижение реального дохода населения, это рост безработицы и бедности, и снижение объема денежных переводов, поступающих от родовых мигрантов в России. Предыдущие ораторы уже говорили об этих факторах. Еще один важный новый фактор, это пандемия коронавируса COVID-19, которая ухудшила и усилила стагнацию российской экономики и снизила потребительский спрос. Все эти факторы угрожают устойчивости инклюзивному развитию национальных продовольственных систем не только в России, но и в странах Центральной Азии, которые являются частями торговых поставок и цепочек. В частности, спрос в России может переключиться на базовые продовольственные товары, производимые внутри России, а не поставляемые из стран Центральной Азии. Поэтому соответствующие меры политики очень важны. Об этом говорили предыдущие ораторы. Некоторые важные меры, и я думаю, что эти меры политики должны быть фокусированы на том, чтобы сформировать адекватную социальную дистанцию и санитарно-гигиенические нормы для производства транспорта, логистики и продажи продовольственных товаров. Необходимо повысить степень локализации цепочек производства и потребления товаров. Необходимо оказывать поддержку всех хозяйственных производителей и создавать системы социальной защиты для производителей. Спасибо, доктор Ромашкин. Это очень интересный и наполненный слайд. Я думаю, что эти слайды, кстати говоря, будут доступны уже после окончания нашего мероприятия для аудитории, для того, чтобы внимательно их проанализировать. Последний наш выступающий – это доктор Вардан Урутян, директор Армянского национального аграрного университета. Пожалуйста, доктор Урутян, слово вам. Спасибо, Раджул. Доброе утро или добрый день. Очень приятно быть частью очень важного мероприятия, этого события. Я хотел бы поблагодарить всех ораторов за очень комплексной и наполненной информацией презентацией. Хотел бы также отметить упорную работу и усилия ИФПРИ и его генерального директора за то, что они смогли составить очень своевременный и важный глобальный отчет. Несколько моментов, касающиеся влияния и последствий текущей ситуации на Евразийский регион и на Армению. На этом слайде я хотел бы показать, почему столь важно иметь такую инклюзивную продовольственную систему, почему это очень важная задача для Армении. Вы видите, что в Армении у нас достаточно много еще уязвимых групп населения, бедных слайд населения. Около 15% домохозяйств в Армении сталкиваются с отсутствием продовольствия и безопасности с 2010 года. Хотя, конечно, у нас происходит восстановление экономики после предыдущего экономического кризиса, однако довольно много у нас еще населения находится в ситуации уязвимости перед продовольственными рисками. Армения, собственно говоря, страна, которая страдает от шоков. Мы уязвимы перед многими внешними шоками. В последние пару лет это было связано, например, с российскими экономическими проблемами и санкциями. Мы видели, что есть последствия и для экономики Армении, и все будущие шоки не будут являться проблемой для бедных слайд населения Армении, потому что, собственно, все больше и больше людей будут переходить в категории бедных. Я уже говорил о том, что в сельских районах бедность по-прежнему высока. У нас есть регионы, где, может быть, около 40% населения этих регионов считаются бедными. Безработица 17% в 2019 году. Я уже говорил о том, что любой внешний шок оказывает влияние на нашу страну, и шок уже наступил. Это COVID-19. И в соответствии с прогнозом, ВВП Армении снизится на 3,5% в 2020 году, и вообще в евразийском регионе снижение может составить от 4 до 8%. Это ситуация глобального экономического кризиса, и... Ну, когда наступил глобальный экономический кризис, тогдашнее правительство говорило о том, что мы не пострадаем. На самом деле мы пострадали, и, собственно говоря, снижение произошло практически на 14%. И пострадали больше всего бедные слои населения и уязвимые группы населения. И именно поэтому очень важную роль несет первая глава глобального нашего отчета, где говорится о необходимом создании эклинклюзивных продовольственных систем. Вторая глава доклада говорит о необходимости формирования производственных бытовых цепочек сельскохозяйственной продукции. У нас около 80% мелкотоварных производителей имеют менее 2 гектаров сельскохозяйственных земель. Ну, очень большая фрагментация имеется также среди производителей. Это и недостаточные сельскохозяйственные навыки, и предпринимательские навыки, и доступ к информации рынкам и так далее. Ну, у нас нет проблем, например, с арендой земли, у нас нет проблем с точки зрения политики. На самом деле есть вопрос, касающийся использования сельскохозяйственных земель. 51% вращаемых земель не используются на самом деле в связи с фрагментированностью прав на землю, или с арендованностью участков. Но посмотрите на графики справа. Кредиты в сельском хозяйстве растут. Фермеры берут кредиты, но при этом, как вы видите справа, количество земли обрабатываемо снижается. И здесь возникает проблема. Наверное, речь идет о чрезмерной закредитованности фермеров, потому что фермеры берут все больше и больше кредитов для оплаты предыдущих кредитов. Еще один вопрос, касающийся поднятой в отчете, который применим к Армении, это развитие современных сельскохозяйственных моделей, которые имеют большую перспективу в Армении. Это различные кооперативы и другие модели агробизнеса. Но нет желания у сельскохозяйственных производителей сотрудничать, потому что отсутствует надлежащая нормативная база. И это не дает возможности людям сотрудничать. Может быть, вспоминая предыдущие опыты с колхозом в Советском Союзе. Сельское хозяйство играет важную роль для экономики Армении. Предоставляются субсидии и различные субсидированные кредиты под низкие процентные ставки сельскому хозяйству. В условиях COVID-19 кредиты предоставляются беспроцентно, под нулевую процентную ставку. Однако они на самом деле недостаточно. Есть одна проблема, которая касается этого отчета, это разрывы в данных. Там был хороший абзац, в котором говорилось о том, каким образом политики фактически летят и управляют ситуацией, будучи слепыми, не имея возможности охватить всю картину в целом. Я думаю, что это актуально для всего Центрально-Азиатского региона, и для Армении в частности. Я думаю, что необходимо инвестировать в укрепление кадрового и информационного потенциала для того, чтобы закрыть этот разрыв. Вопросы социальной защиты. Одна из программ социальной защиты была закрыта в последнее время, и это была очень важная программа социальной защиты. Фактически 80 тысяч школьников получали бесплатное питание в рамках этой программы. Сейчас у школьников нет этих возможностей, и сейчас это время лежит на самих семьях, особенно это актуально для бедных слоев населения, для уязвимых слоев населения. Это приводит к изменению структуры питания. В школе им давали скокалорийное питание, а в семьях этим школьникам будет обеспечено лишь базовое питание. Коллеги говорили о том, что COVID-19 влияет на различные производственные спутовые цепочки. Не буду повторяться, у нас тоже наблюдается это влияние. Я недавно говорил с производителями цветов и тепличных хозяйств. Они говорят о том, что сокращаются рынки, они теряют покупателей, нет экспортных рынков, цветы никто не покупает, они должны переключаться на выращивание овощей. И где-то около 6 тысяч долларов в месяц теряют тепличное хозяйство размером около тысячи квадратных метров. Армянское производство армянского коньяка и вина. Опять-таки, потребление снижается и стагнирует. Снижение, как ожидается, составит от 30 до 50 процентов. А это приведет также и к снижению закупки виноматериалов. Это, соответственно, такой эффект домино. Но, пожалуйста, следующий слайд. По-моему, это третья и четвертая глава. Здесь речь идет о вовлечении молодежи и женщин. Это крайне важный аспект для Армении. Как вы видите из графика, в стране очень высокая доля безработицы среди молодежи. Кроме того, существует разрыв по доходам между мужчинами и женщинами. Женщины в среднем зарабатывают почти на треть меньше, чем мужчины. И женщинам придут лишь 11 процентов малых и средних предприятий. Безусловно, все это сказывается на ситуации с питанием и с подовольственной безопасностью. Мы говорили о денежных переводах. Денежные переводы – это очень важный источник дохода для бедных и социально уязвимых домохозяйств. Сегмент денежных переводов для Армении крайне важен. До кризиса он стал почти 15% ОВП. Кризис, Россия Кризис, и мы видим эти флосы улучшения. И, как я имею в виду, COVID-19, это стимулирует реметнансы. Реметнансы – это считается, что 40% от этих реметнансов, которые получают эти реметнансы, которые получают эти реметнансы, они очень плохие. И 80% от этих реметнансов – это очень важно. Важно отметить, что необходимо реинтегрировать мигрантов, потому что мигранты не уехали, и, собственно говоря, достаточно большое количество их приехало обратно из России. Поэтому наше правительство необходимо найти некие новые меры политики поддержки, реинтеграции, а также социальной защиты для этих лиц. Следующая. Это была пятая глава, в которой говорилось о перемещенных беженцах и о лицах, на которых повлияли конфликты. Это очень важная тема для Армении, потому что с 2011 года около 22 тысяч сирийцев армянского происхождения приехали в Армению. Пять примерно тысяч из них отправились обратно или, может быть, отправились в более развитые западные страны, в Европу, в Канаду, в США. Но при этом около 16 тысяч остались в Армении. У нас хорошая реинтеграция происходит, около 50% из них имеют работу, однако возникают большие проблемы. Многие из них страдают от того, что их навыки не соответствуют потребностям рынка труда. Многие из них занимались туризмом, услугами. Посмотрите, хороший рост, который у нас был последние несколько лет. А с последний год у нас где-то около 1,8 млн человек приехало в качестве туристов в Армению. Однако после COVID-19 где-то 90% этого потока туристов будет потеряно. Причем это касается не только сирийских беженцев армянского происхождения. Нас ждет эффект домино. Ведь эти люди своим потреблением поддерживали самые разные секторы экономики. То есть можно сказать, что нас ждет следующий шок. Поэтому нам необходимы новые механизмы реинтеграции и поддержки этого контингента. Некоторые выводы не только для наших армянских политиков, но и для коллег по региону. Нам необходимо работать вместе, чтобы формировать инклюзивные продовольственные системы, поддерживать преобразования, которые уже имеют место. Армения сейчас переходит к новой современной системе продовольствия. Ну и, конечно, нужны системы социальной поддержки и обеспечения, прежде всего, адресной поддержки. Мы видим формирование кооперативов. Для этого необходимо создавать нормативную базу, которая стимулировала бы такое развитие событий. Нужно помогать созданию таких объединений производителей. Нужно помогать бедным и уязвимым категориям производителей находить выход на рынок. Очень интересная глава была посвящена скрытой середине. Должен сказать, что Армения для себя тоже сделала плетные выводы в связи с этим. У нас в стране возникают новые возможности трудоустройства именно в этой скрытой середине производственных бытовых цепочек. Крайне важно устранять разрыв между лицами, принимающими решения, и теми, кто собирает, анализирует данные. Нужны инвестиции в цифровые технологии, мобильные приложения, технологии переработки и технологии обеспечения безопасности продуктов питания. Вообще, образование – это крайне важная вещь. Это, правило, фундаментальный аспект в формировании инклюзивных продовольственных систем. Важно вкрыть существенные средства в качественное образование, исследование, формировать профессиональные конституционные службы и создавать равные возможности для женщин и молодежи. Большое спасибо. Очень интересная и детальная информация была вам представлена. У нас осталось буквально пять минут, коллеги. Я постараюсь ответить на максимальное количество вопросов с помощью наших коллег. У нас есть время на три-четыре вопроса. Первый вопрос к доктору Камеджону Каримову. Его задает представитель ПРООН в Узбекистане. Большинство мелкотоварных производителей в Узбекистане пока не могут воспользоваться банковскими услугами. У них нет возможности предложить залог в банке. Есть ли какие-то соображения относительно того, как обеспечить им доступ к финансированию, банковскому финансированию? Я, честно говоря, не знаком с какими-либо исследованиями, которые посвящены этой теме. Как я уже отмечал в своем кратком выступлении, был опубликован документ. Он был подготовлен правительством при поддержке ряда международных организаций. Это стратегия развития агропродовольственного сектора на период до 2030 года. И вот там рассматриваются различные сценарии и конкретные примеры. Вот, может быть, при подготовке этого документа и этот вопрос рассматривался. Но сейчас, на вскидку, я, пожалуй, не могу сказать, что у меня есть доступ к каким-либо данным по этому вопросу. Спасибо большое. Я думаю, что в перспективе эта тема действительно будет очень актуально и интересной. Следующий вопрос профессору Рутяну. И, может быть, другие коллеги тоже дополнят, в частности, доктор Каримов. Но, тем не менее, вопрос нашему армянскому коллеге. Вопрос от Василия Узуна из Ранхикс. Вопрос такой. В России государство оказывает существенную поддержку агропромышленному комплексу с тем, чтобы избежать банкротства крупных сельхозпроизводителей. Предпринимаются ли такие же меры в странах регионов Центральной Азии, может быть, в Армении? А доктор Каримов, может быть, ответит на этот вопрос, поведен, к Узбекистану. Спасибо за вопрос. Насколько мне известно, предпринимаются самые различные меры поддержки предпринимателей с учетом пандемии COVID-19. Но пока я не видел каких-либо мер «спасения», в кавычках. Речь идет о отсрочке налоговых платежей, о предоставлении льготных кредитов. Но что касается спасения предприятий, нет, такого я пока не видел. Недавно правительство утвердило еще ряд мер, направленных на борьбу с последствиями пандемии. Речь идет о стимулировании создания новых компаний. Им предусмотрен доступ к льготному кредитованию на протяжении определенного времени. Хорошо, а вот по Узбекистану, ну, что касается по Узбекистану, меры господдержки, меры «спасения», в кавычках, ну, я думаю, во многом наша практика укладывается в ту, о которой сказал мой коллега из Армении. Да, действительно, государство предпринимало пленные шаги, направленные на поддержку предприятий, но это распространялось не только на сельское хозяйство. В частности, был сформирован специальный антикризисный фонд в размере порядка миллиарда долларов. Эти средства должны пойти на поддержку самых разных проектов, в том числе на предоставление беспроцентных суд, в том числе и для мелкотоварных производителей. И также эти средства пойдут на поддержку других предприятий, которые участвуют в агропромышленном комплексе, который в Узбекистане составляет очень большую долю нашей экономики. Хорошо, вопрос, господин Ромашкин, от Кахина Дерадзе из Грузии. Вопрос звучит так. Пандемия привела к тому, что нам приходится предпринимать необычные, нетрадиционные меры, в том числе и в части предприятий на продовольственной безопасности. Вот, исходя из опыта вашей работы в вашем центре, предлагаются ли какие-то новые идеи для руководителей, формулировались ли какие-то новые подходы с учетом вот этого нового мышления? Пожалуйста, доктор Ромашкин. Дело в том, что пандемия – это беспрецедентный кризис, и нам необходимо менять не только систему производства, но и систему маркетинга, систему доставки продукции. Я думаю, что новые подходы требуются не только политикам, и только руководителям, но и нам, ученым. Вообще, действительно, изменений было немало. Что касается изменений в действиях лиц, принимающих решения, то, как уже говорили коллеги из Узбекистана и Армении, видим, что они применяют инструменты, которые ранее не были задействованы. в рамках экономической политики и в рамках сельскохозяйственной политики. Так что, да, пожалуй, действительно нужно менять подходы, и мы видим это. Ну, хорошо. И последний вопрос доктора Сунину, и я буду подводить итоги. Доктор Сунин, несколько раз поднимался вопрос агропромышленного сектора. А какова, может быть, роль частного сектора в борьбе с пандемией? Я считаю, что частному сектору подлежит очень важная роль в решении этой задачи. Неоднократно уже мы говорили, в том числе и сегодня, о дефиците данных, в ходе дефиците информации, мы не всегда четко представляем себе, что происходит на разных этапах производства с бытовых цепочек. И вот здесь, конечно, нам крайне важно разобраться в этом и привлекать к этому, в том числе и частный сектор. Спасибо. Я принадлежу свои извинения тем коллегам, которые задали вопросы, но на которые мы не успели ответить. Тем не менее, Рода Амира в Узбекистане задает вопрос, Александр Прощаков из Университета Копенгагена, ряд других коллег из региона задали свои вопросы, о ней, кстати, не представились. Всем большое спасибо. А теперь я попросила бы всех докладчиков буквально в течение 30 секунд сформулировать основную мысль, которую вы хотели бы оставить с нашими участниками. Мы пойдем в обратном порядке. Гаспарин Урутян, Ромашкин, Яремов и Шова. Будьте любезны, включайте ваш микрофон. Да, спасибо большое. Ну, я, наверное, повторюсь, но, пожалуй, самое важное для всех нас, и для руководителей, и для ученых, это инвестиции в человеческий капитал. Это крайне важно для формирования инклюзивных подовольственных систем. Это должно стать приоритетом. Ну и, конечно, цифровые технологии. Инвестиции в эти инновации мне представляются крайне важными. Спасибо. Доктор Ромашкин. Спасибо. Я тоже буду краток. Я полагаю, что диверсификация экспортных рынков и сельхозпроизводства – это крайне важные факторы для обеспечения устойчивых и инклюзивных продавательных систем Центральной Азии. Спасибо. Доктор Каримов. Благодарю вас. Я бы сказал так. Такие слова, как изоляция, карантин, социальное дистанцирование, ограничительные меры – вот это все стали такие модными словечками в последние несколько месяцев. Но нельзя забывать о сотрудничестве, нельзя забывать о партнерстве. Я думаю, что сегодня мы дали очень хороший пример такого партнерства. Несмотря на все трудности и вызовы, несмотря на те расстояния, которые нас разделяют, мы смогли эти партнерские отношения поддержать, это взаимодействие и сотрудничество наладить. Я думаю, что нашим руководителям требуется получить доступ к более качественной научной информации, необходимой для принятия решений. Спасибо. Доктор Карамов. Я хотел бы снова вернуться к важности такой темы, как обеспечение связности и наличие надежной информации для принятия решений. Вот с этим в регионе есть существенные пробелы. Я хотел бы, чтобы правительства вкладывали больше средств именно в обеспечение связности, и я также хотел бы, чтобы руководители строили свои решения на информированных решениях. Спасибо. Прошу вас. Вы знаете, я считаю, что у нас состоялось очень интересное обсуждение, несмотря на дефицит времени. Множество поданных вопросов показывают, насколько актуальна и важна эта тема. Я благодарю всех докладчиков, всех, кто задал вопросы. Я надеюсь, что мы сможем продолжить традицию проведения таких мероприятий. И я жду возможность со всеми лично пообщаться, когда это станет возможно. И, наконец, профессор Шуба, прошу вас заключительные слова. Очень кратко. Новые проблемы, новые вызовы действительно беспрецедентны, в том числе и для национальных агропродовольственных систем в части разработки и внедрения мер реагирования. Мы имеем дело не только с социальными последствиями, но и с политическими рисками. Нам необходимо интенсифицировать наше сотрудничество, чтобы эти риски смягчать. Ну что ж, всем большое спасибо всем докладчикам за крайне интересные и полезные выступления. И я рекомендую всем участникам нашего сегодняшнего мероприятия ознакомиться с комплектами слайда, которые были подготовлены к сегодняшней встрече. Я говорю всех, кто подключался, и надеюсь, что в следующем году мы сможем провести такую встречу уже в очном режиме. Всем большое спасибо. Спасибо.